Приветствую вас, я ознакомился с вашим вопросом, и давайте мы сперва его еще раз прочитаем, разберем каждую строчку, каждую фразу, а поздно я, наверное, дам какие-то рекомендации, которые вам нужно будет сделать для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Итак, расстался с девушкой. Понимаете как, вот с этой первой фразой, что вы расстались с девушкой, а также ваша конечная фраза, где вы пишете, что со школы никого не любили, говорит о том, что вы нуждаетесь в девушке. Вот, она для вас потребна. И весь ваш вопрос связан с тем, что вы в ней нуждаетесь. Значит, так, постоянно ссорились. С чего начались ссоры? Сразу возникает вопрос, на какой почве у вас ссоры? Да, какая основная тема, ссор. И еще основные разногласия. Здесь нужно сказать так, что вам необходимо исходить из четкого, как можно четкого представления о том, какое место вы занимаете в отношениях с девушкой. И какое место занимает девушка в отношениях с вами. То есть, каких отношений вы хотите. Хотите ли вы отношений равноправных? Хотите ли вы отношений, где вы ведущий, она ведомая или наоборот? То есть, вот это нужно для себя определить. Далее, она говорит, что нашла себе парня лучше меня. Здесь момент такой. К вам подобное относится в меньше всего. То есть, необходимо понимать, что, когда девушка говорит так, это означает, что она либо хочет вас задеть, либо она хочет сама как-то утвердиться за счет вас и за счет того парня, либо она действительно ищет для себя наиболее выгодного, по ее мнению, партнера, но это не любовь к вам. То есть, если человек говорит, что она нашла себе парня лучше вас, да, именно вот такая формулировка, то есть, однозначно свидетельствует о том, что у нее к вам чувств как таковых, то есть, как любви, нет. Возможно, ей действительно было с вами хорошо, как вы там потом дальше пишете, но именно любви нет, потому что если человека любишь, так говорить не будешь. Так же, не очень здесь понятно, вот вы расстались с девушкой, да, она говорит, что нашла себе парня лучше. Она когда нашла себе парня лучше? После того, как вы расстались? Или уже в момент? В момент, когда вы были вместе? Это очень важно, потому что если она нашла себе парня, когда вы расстались, это нормально. Если она нашла себе парня, когда вы еще были вместе, это для вас травматично, это для вас плохо, вы определенно, может быть, чувствуете себя униженным, задетым, ну и так далее, так далее, так далее. Соответственно, на этот вопрос тоже нужно ответить. Далее, значит, ей 20, мне 29. Разность в возрасте достаточно большая, не исключено, что девушка еще находится на этапе становления и формирования своей личности, не исключено, что она не древый человек еще, не такой древый, как вы. И не исключено, что у нее только оформляется ценность. А также не исключено, что с вами она чувствовала себя не в своей тарелке. То есть, смотрите, ей было с вами хорошо в постели, да. Но, мало общих тем. И вот это отсутствие общих тем связано с тем, что у вас есть разница в возрасте. То, что вам, например, нравится, интересно уже как зрелому человеку, не нравится и не интересно девушке, потому что она не зря не является таковой. еще пока. И возникает вопрос, так сказать, если вы познакомились с девушкой, которая вот младше вас на такое большое количество лет, да, почти 10 лет, то она вас, получается, чем-то привлекла, и если она вот чем-то привлекла, то вы в ней видели для себя что-то хорошее? Но если вы видели в ней для себя что-то хорошее, почему вы ссорились? Если вы ее любите, то вы принимаете ее такой, какая она есть. Кстати, вы не написали, сколько вы знакомы и сколько вы с ней вместе времени. Но, тем не менее, тем не менее, то, что ее новому парню 22 говорит о том, что она выбрала себе мужчину не лучше вас, а ближе к себе, чем вы. То есть вы для нее дальше. Именно в духовном, эмоциональном плане. Ей может быть хорошо с вами в постели, да, это так, но она не чувствует себя с вами, знаете как, равноправным, полноценным человеком, вполне вероятно. Она чувствует, что вы старше, что вы опытный, что вы умнее, а она не хочет быть в такой позиции. Видите, она говорит, что, слава себе, парня, лучше вас. То есть, это стремление к свободе, это стремление освободиться от контроля, возможно, это страх контроля. И все это идет, опять-таки, из ее пока еще формирующейся личности. Далее. Она говорила, что со мной был лучший эффект, сомневаюсь, что она врала, и действительно было хорошо, а теперь она говорит, что новый парень лучше меня, и мы никогда не будем вместе. Ну, создается такое впечатление, что девушка хочет вас как-то вот сломать, подчинить себе. Уж слишком на показ она говорит вот эти вот вещи, связанные с тем, что вы никогда не будете вместе, что новый парень лучше вас, и так далее. То есть, если она действительно хотела быть с ним, с этим парнем, она бы с ним просто была, она бы не говорила таких вещей, а это, наверное, в соотношение, она именно бьет вас по чувствам, для того, чтобы вы как-то поменялись, чтобы было удобно ей. То есть, по сути, пытается вас подстроить под себя. И связано это с тем, что, скорее всего, девочка увидела, почувствовала интуитивно, что вы мне нуждаетесь. Вот. То, о чем я вам говорил, значит, вначале, да, что у вас есть потребность. И она чувствует, что вы мне нуждаетесь, она чувствует, что может вас подчинить, подчинить, она хочет вас подчинить, она, наверное, считала, что может вас подчинить. Но, когда вы начали ссориться, она поняла, что не все так просто, что подчинить вас у нее не получается. И собственно, решила прибегнуть вот к такому методу. То есть, для нее сейчас это определенное состязание, определенный спортивный интерес в том, чтобы вас к себе подчинить. Именно так сложилось у меня, именно так, какое сложилось у меня впечатление, потому что вот и фото, да, она вместе с ним, и постоянные блокировки вас в ВКонтакте, значит, при этом говорить, что у него отличная фигура, хорошая работа, а вы ничего не добили. То есть, вот это вот, знаете, такая мотивация, вас, она пытается мотивировать вас быть тем, кто нужен ей. Кстати говоря, насчет добиться, она же была с вами, правильно, она принимала вас таким, какой вы ей, с какой-то бред. А потом, внезапно, выяснилось, что вы ничего не добили, что у него отличная фигура, и работа хорошая, и все. Она же знала, она что ведет? Знала. И, как вы, наверное, сами понимаете, какое-то время ее все устраивало. Единственный момент, либо она с вами играла, либо она с вами просто спала, потому что, когда люди спят, но у них мало общих тем, то их связывает только секс. если девочка не страдает сексуальной зависимостью от своего партнера, а это возможно только в том случае, если была взаимная любовь, хоть немножко, недолго, то на сексе отношения далеко не уедут. Хотя бы потому, что нужно что-то больше, чем секс, для того, чтобы отношения развивались и поддерживались. Либо она просто с вами спала, либо она пытается вас подчинить. В любом случае, это действие в ее интересах. Далее, есть ли шанс ее вернуть? Ну, смотрите, в ситуации, когда девочка ведет себя так, есть два основных направления, которые могут помочь вам ее вернуть. Первое направление. это направление связано с тем, что вы пытаетесь сделать все то, чего не хватает вас, по мнению девушки, по сравнению с ее другим парнем. Вы подчеркиваете свою зигуру, ищите работу, чего-то добиваетесь и представляете все это девушке. чтобы она увидела, что вы действительно стали таким же, как ее парень, который сейчас. И она возможно вернет заклад. правда, нет гарантии, что она не встретит еще как кого-то лучше, чем ее настоящий парень и соответственно джим вывод. и нет никакой гарантии, что вам придется постоянно, как вы понимаете, добиваться чего-то, того же, что и другие люди. И того, чтобы девушку удерживать рядом с собой. И здесь, конечно, нельзя не привести поговорку, что лучше это враг хорошего, и что главное не быть лучшим, а главное быть просто лучше. но тем не менее, это один из вариантов. Второй вариант, это вариант показать девушке, что вам вообще-то говорят все равно, что вы понимаете, что это просто игры, что это какой-то детский шаг, а это реально детский шаг, то, что она делает. И просто-напросто показать, что вам все равно. Девушка может испугаться, бояться, что потеряет вас и вернется к вам уже на ваших условиях. Если она действительно вам не дорозит, и если у нее есть к вам чувства. Для этого нужно, чтобы вы занялись собой, для этого нужно, чтобы вы перестали обращать на нее внимание, чтобы вы перестали ее переписать, и она скорее всего не перенесет, что вы перестали на нее обращать внимание. И сама о себе будет напоминать, сама будет вам писать, сама будет что-то делать. При условии, что у нее есть к вам чувства. Это нужно понимать, потому что если чувств нет, то она не будет ничего делать. Если чувств нет, то она так и будет. Она еще будет продолжать вас унижать. Другой вопрос, нужна ли вам такая девушка, у которой нет к вам чувств? Это уже другой вопрос. Далее. Понимает ли она, что я ее люблю? Да, она понимает, что вы ее любите, но она сгореет всего понимает не то, что вы ее любите, а то, что вы в ней нуждаетесь, как я уже сказал. Вот эта нуждаемость это не то же самое, что любовь, не стоит это путать. Нуждаемость это когда девушка чувствует, что вы без нее не можете. Или когда девушка чувствует, что если она уйдет, вам будет плохо. Вот это нуждаемость. И эта нуждаемость она сейчас использует для того, чтобы простимулировать вас быть для нее более удобным. Ну и соответственно вам обещать, что вы будете делать тела. То есть хотите вы подыгрывать ей или нет. Это уже вам решат. Далее. Может быть она просто разводит меня от скуки. Нет, 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 нет. Это не развод от скуки. Это целенаправленное поведение, потому что видите ли, если бы ей было хорошо с парнем, она бы вам не прислала. Она бы вам ничего не рассказывала, тем более не присылала фото. Она это делает для своих целей. Какие цели? Конечно, сказать сложно, но то, что у нее есть свой интерес в этой ситуации, это совершенно точно и совершенно определенно. Просто забыть ее. Ну почему? Знаете как? Забыть вас не получат. Вот серьезно. Нельзя взять и выкинуть мысли о человеке. Можно изменить к нему отношения, можно постараться увидеть ее с другой стороны, без идеализации. Если вы ее любите, то необходимо понять, как вы ее любите. Что для вас любовь? Потому что судя по тому, что вы пишете, это не любовь у вас. Это именно зависимость. Это именно зависимость от нее. То есть вы хотите, чтобы девушка была с вами. Вы хотите, чтобы она в любом случае была с вами. Но если вы человека любите, то вы хотите, чтобы человек был счастлив. А для того, чтобы человек был счастлив, и чтобы человек был счастлив, вам не нужно ничего делать. Она завершила выбор. Она выбирала другого мужчину. Ну и хорошо, если вы ее любите, вы примите ее выбор. Просто потому, что Вам хочется, чтобы она была счастлива Но вы не можете этого выбора принять Ее И если так Если вы не можете принять ее выбор То возникает вопрос, а почему? Потому что она вам нужна А для чего? Какая у вас потребность? Какое значение для вас? Этой девушке И почему это значение есть? И значение связано с тем, что вы со школы никого не любили Понимаете? То есть Проводя итог Можно сказать, что Необходимо Преанализировать Вашу позицию В отношениях с женщинами Необходимо проанализировать то, как вы относитесь к женщинам Как вы относитесь к девушкам Необходимо проанализировать вашу потребностную сферу То есть, чего вы хотите от девушки Потому что, когда вы говорите Что вы со школы никого не любили Вы как бы намекаете нам Что вы не хотите ее забывать Потому что Со школы у вас никого не было Но ведь вы же понимаете Но ведь вы же понимаете Что девушка не должна вам Всего-то И что-то Только потому Что вы не любили никого со школы И то, что вы никого со школы не любили Повышает значимость Значимость Для вас Девушки И значимость повышает Неоправданно Возможно, в чем-то вы сидите не уверены Возможно, чего-то вы хотите И хотите только через девушку Через женщину Через отношения И вот с этим нужно разбираться Какие у вас есть желания Кроме секций И как их нужно правильно реализовать Чтобы не быть зависимым от других людей В частности, вот девушка И если у вас Не было любви Со школы То это, безусловно, тоже очень серьезный момент Необходимо разобраться Почему Как-то произошло Необходимо понять Почему У вас никого не было со школы И Чем это вызвало Может быть Травмой Школьной любви Может быть Неуверенность в себе А может быть Какие-то страхи То есть Понимаете С этим Нужно Разбираться Но факт То, что вы Придаете Значение Этой девушке Больше Чем Нужно Чем У нее Должно Быть По Определению Это Совершенное Однозначно И И Именно Это То, что вы Придаете Девушке Челезмерное Значение Мешает Вам Выстраивать Нормальные Отношения С ней Потому Эта девушка Это Почувствовала И Решила Сейчас На этом Сыграть Решила На этом Спекулировать Решила Вас Этим Шантажировать По сути Дел И Весь Вопрос В том Будете Ли Вы Подыгрывать Ее Санта Жирование Будете Ли Вы Играть В Игру На Ее Правила Либо Вы Будете Формировать Свои Собственные Правила И Действовать Так Чтобы Ли Подстраивались Под Кого А Чтобы Либо Под Вас Подстраивали Либо Чтобы Каждый Из Вас То есть Вы И Ваш Партнер Делали Что-то Для Того Чтобы Быть Вместе Друг С Другом Я Думаю Что Так Можно Ответить На Ваш Вопрос Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Дополнительные Вопросы У вас Остались Буду Рад Помочь Пишите В личку Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Продолжение следует